Всем привет, с вами Настя Лир и сегодня с вами выиграем в Ловоди. У нас появилась акция, которая называется Битва сердечек, но это вы все знаете. Главной лошадью является вот такой вот чудесный конь. Его зовут Жотем, то есть я тебя люблю по-французски. Очень он клёвый и фишка в том, что его можно выиграть в роге изобилия. Я хочу снять два видео. Во-первых, как я пытаюсь выиграть вот эту лошадку. И второе видео, как я буду открывать золотое руно. Но мне кажется, это очень интересная вообще тема. Если вам хочется такое видео, то поставьте палец сверху этому видео. Да, ты в тоге? Ну, я думаю, вы мне не будете сердиться. Но в сегодняшней серии я хотела бы просто вам показать моих новеньких коняшечек. И да, я хочу вам сказать, что сейчас у меня вот Ласка Филотес, Филотес, не знаю, правильно, это все-таки Филотес. То есть НЛО на индивидуальной странице, так что заходите, возможно, вы выиграете, и да. А еще очень крутая новость, что я изменила себе имя. То есть, вот видите, прежнее имя пользователя интеллект. И я сделала на английском и добавила одну Л, потому что здесь у меня написано неправильно, тут должно быть две Л. Но что поделать? И вот, собственно, первую коняшку, которую я сделала сама, из-за такая замечательная рожечка. Я сама и дала набор гармонии, философский камень, то есть я заводчик. Кобылочка такая классненькая, ее зовут Кримсон Пик, то есть Багровый Пик. Если вы смотрели фильм, то вы знаете, о чем я очень давно я смотрела на этот пейзаж. Он, мне кажется, очень круто сочетается с... Ой, на эту масть, извиняюсь, по-моему, но очень круто сочетается с пейзажем. И вообще, очень-очень клево лошади, и что-то тоже в ней есть. И у меня, кстати, тоже белые глаза. Просто обожаю лошади с голубыми и белыми глазами. Также, если вы следите за моей страницей ловы, то вы, наверное, заметили, что у меня появился вот такой вот трофей. Это нужно вырасти из всех лошадей, которые будут носить все масти, полученные при помощи волшебной шляпы. И, собственно, я купила себе шамана. Вот это вот такой вот конь. Сейчас он, на данный момент, в обличии феечки. То есть вот это шаман. Вот видите, это значок. По нему можно определить, что это именно он. У него сиосовский камень. Я не помню, сколько я его купила, но довольно-таки дорого. И, собственно, вот такой чудесный конь. Тоже себе ни в чем не отказываю. Захотелось. И купила я его себе, да. И нисколько не жалею. И следующая лошадочка находится в конезаводе зяшечки. Это такой конь чудесный. Его зовут Става. Тоже я очень давно у меня был в избранных. Он какой-то такой очень клевый. Такой кремовый окрас. Очень-очень красивый, эффектный. Без сиосовского камня. Но он пока еще мало двух. Я, конечно, не знаю, буду давать ему ФК или нет. Но, кстати, я заметила, что есть такая проблема. Очень многие игроки у них там лошадям, когда по 20 лет, по 25. И когда у них идеальное просто здоровье, настроение, энергия. Они начинают жутко сходить с ума, типа, чтобы купить вовсовский камень. Если вы используете лошадь, то есть если она у вас топовая, например, без ФК, или, например, в размножении, что там энергия тратится. Если у нее меньше 50% здоровья, только тогда можно беспокоиться о том, чтобы давать ФК. Если даже лошади за 40 лет у нее здоровье нормально, то не нужно давать ФК. То есть вы, конечно, можете, если хотите, но просто очень многие мои друзья сильно начинают нервничать, что вот, моей лошади там 15 лет, у нее энергия 100, и здоровье 100. Наверное, она умрет. Нужно дать ей срочно философский камень, от этого будет зависеть жизнь моей лошади. И я не знаю вообще, не понимаю таких людей. Если она старше 30, и у вас вообще безысходность, и у нее здоровье так как бы меньше, то есть нельзя будет восстановить ее черной орхидеей. Дайте философский камень, или просто вы можете не заходить на ее страницу и подождать, пока у вас появится ФК, и потом дать его. Но сходить с ума, вот, типа, просить у кого-то занимать, я просто не вижу в этом смысла. И да, не волнуйтесь, ваши лошадки будут жить очень долго и счастливы, если вы будете за ними правильно ухаживать. А это очень даже не трудно. В общем-то, я надеюсь, вы поняли мой позыв. Да. А следующая лошадка, это у нас из изяшек. Это такой чудесный конь, которого зовут Soul of the Freedom, то есть типа Свободная Душа или Душа Свободы, как хотите называйте. Мне кажется, мне больше нравится Свободная Душа. Очень классный конь, это сейчас скажу. Это, значит, у него даже спутничек, есть кролик. Это 155 копий, видите, довольно-таки редкая мать. Очень мне она понравилась, чем-то очаровала. Очень классно ей подходит пейзаж, ну, по моему мнению, конечно же. И просто очаровательный конь, я не знаю, мне вот так понравилось, я просто увидела, не смогла стоять и купила его сразу же. И следующей лошадкой является просто вот такая вот офигеннейшая лошадь. Мне кажется, все должны знать эту масть, ну, или не знаю, может, я одна такая странная. Это офигеннейшая лошадь, потому что у нее навыки 5000+, а у нее 99 копий, и это такая елочка, то есть у нее есть философский камень, у нее длани, набор никты. То есть просто офигеннейшая лошадь, 99 копий, поэтому ее почти нигде невозможно купить. Я купила очень-очень долго, мне просто безумно радость, что у меня появилось. Я пока еще и не давала Лошгериусу, я не изменила ей имя, но думаю, в скором времени это изменится. И если вы думаете, что она няша, то тоже можете поставить пальцы вверх этому видео. Если не думаете, не ставьте, я вас не принуждаю ни в коем. А следующий такой чудесный лошадь-зарный коняш, его зовут Санни. Это у нас Изя, я вам сейчас скажу сколько, 283 копии. Он просто офигенный, он такой какой-то позитивный, лучезарный, еще он просто офигенно подходит этот пейзаж. Я тоже просто увидела, не смогла устоять, он очень-очень позитивный и дарит не только положительные эмоции. И возможно, в скором времени у него появится философский камень. А дальше я приобрела вот такого чудесного коня, его зовут Ледяной Весер, или это она. Это все-таки он, это Единый Рог, кстати, между прочим, 295 копий. И я тоже увидела, просто влюбилась в его такую чудесную, красивую, спадающую грибу, которая как какой-то, не знаю, даже не знаю, как это описать. В общем, очень элегантно так свисает и блестит, и очень-очень красивая мать, тоже в нее просто влюбилась. И, кстати, тоже просто офигенно подходит пейзаж. Я прям даже не могу, мне настолько сильно это нравится, что я прям аж даже не знаю, что еще сказать об этом. И, кстати, да, если вы знаете, то у меня появился такой вот здесь конезаводик, в небесной конюшне от Блэк. То есть тут все мои лошадки от игрока Блэк лавлиет, и у меня появилось несколько новеньких лошадок. Во-первых, я не помню, честно, показываю вам или нет, по-моему, нет. Это такой конь, его зовут Асгард. Асгард. Он такой у него чудесный черный рынок, то есть вообще бессмертный, офигенный конь. Тоже от Блэк лавлиет. Я не знаю, почему у меня его не было. Ну, очень-очень круто, мне кажется, ему все вот это подходит. Пейзаж. Может, он не очень сильно подходит, но я не знаю. Лично, по моему мнению, очень гармонично смотрится. И я, правда, не знаю, почему у меня его не было, но он у меня появился, и я этому тоже просто безумно рада. А красный Блэк меня так сильно радует, вы даже не представляете. И следующая лошадка тоже от игрока Блэк лавлиет. Это такая чудесненькая лошадка. У него какой-то странный. Типа, по хрене, по хрене, не знаю, может оставлю, может изменю. Это у нас 391 копия кобылы, крылатый единорог. Тоже очень-очень классная масть, какая-то такая пятнистая, очень интересная. И тем более, это крылатый единорог, и это кобыла, кстати, да. Так что такая вот лошадка тоже теперь живет у меня. А следующую лошадку я тоже просто очень-очень долго искала. Я называла его Christmas Gifts. Да, если вы следите за мной в ломбе, то вы тоже знаете, что я это так раз искала. Он такой офигенный, мне он просто безумно нравится. Это Изис ФК, 456 копий. Очень он клевый такой, клыкастый, зубастый, очень клевый конечный, у него классный хвост. И просто офигенный пейзаж. Не я его подбирала, но я просто, он же продавался такой, и по-моему, просто безумно классный. Я не знаю, я даже еще не знаю, как это можно описать, но тоже просто занимает отдельное место в моей жизни. А, следующий просто замечательный конь я тоже купила за 200к у игрока кое-какого. Да, это кобыла Пегас Кремела. Тоже от игрока Бурт Лаврит. Я не знаю, просто безумно подходит этот пейзаж ему. Еще как-то снежинки так очень круто. Если честно, я бы очень на себя хотела так раз, но почему-то я бы не покупала. И для меня реально загадка, потому что я не знаю, почему не могла его купить. Но теперь спасибо большое этому игроку, который мне его написал и сказал, собственно, да, что может мне его продать. Короче, у меня тут сердечко полетело. Немножечко не с тем, но давайте его поймаем. Ага, мы выиграли морковку. Давайте кому-нибудь шмальнем морковку. У меня странное слово, ну да, что ж поделать. Морковку, давайте киданем морковку. Давайте Наташу киданем морковку. Ну, конечно, не лучший подарок, но как бы метать-то надо сердечки. И да, прошу прощения, что немножко я спеклась. Вот этого чудесного коня мне подарила Света Боуди. Да, и этот тоже Блэк Лаври, который тоже почему-то не был. Для меня загадка почему. Ну, вот такой просто офигеннейший конь. Может быть, с него поедут скоро в Ламилу из Гелиоса и Филосовский Камень. Скорее всего, так и будет. Потому что я хочу, чтобы все лошадки от Блэк Жили меня бессмертно, потому что это коллекция и даже, можно сказать, золотая коллекция моя. Вот такой чудесный акрас. И да, спасибо тебе большое. Я надеюсь, что смотришь это видео. И да, мне просто очень приятно. И, кстати, она мне подарила бесплатно. Ну, естественно. Спасибо ей большое. Я сейчас, короче, смотрела своих лошадок табуных. Обнаружила, что я купила еще вот такого коня. Все-таки его купила. Это тоже вот от Блэк Лаври. Такой чудесный коняша. 457 копий. И он тоже пойдет в мою коллекцию. Так, давайте изменим профиль. Поместим его в тканезавод от Блэк. Просто превосходно. Очень-очень классный коня. И, в принципе, ребят, на этом было все. С вами была Настя Дир. И если вы не знали, то результаты конкурса будут на 10-й пропуску будет в 30 февраля. А с вами была Настя Дир. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok